К нам присоединяется Наталья Шаповал, вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики, член международной экспертной группы Ермака Макфола по усилению санкций. Здравствуйте, Наталья. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, начну с общего, конечно же, за год полномасштабной войны. Почему, по вашему мнению, санкции не остановили Российскую Федерацию? Санкции не могут остановить полностью Российскую Федерацию. Санкции – это один из инструментов, притом не экономической политики, а военной. Это альтернатива более жесткому входу партнеров Украины в войну с Россией. И это исторически используется именно так. Соответственно, это комплементарный инструмент, у которого две цели. Первое – это чтобы у России было меньше денег финансировать войну, а второе – чтобы у России было меньше технологий для военного производства. По обеим целям есть результат. По финансированию бюджета, вы действительно покрыли раньше, около 32 миллиардов долларов за первые два месяца уже дефицит. Это практически такой уровень дефицита, который был в прошлом году за весь год. И свой план дефицита они практически на 90% уже выполнили за весь год. Соответственно, эта цель выполняется. Также цель по уменьшению доступа к технологиям тоже есть. Тут меньше данных, конечно же. Но Министерство обороны и, например, аналитический центр Руси в Британии и ряд других аналитических центров оценивают, что по разным категориям военной техники у России остатки составляют от 9 до 20%. Например, один из институтов, который готовит военный баланс, так называемый, в Вашингтоне оценил, что танков у России осталось в два раза меньше. То есть таких цифр много. Конечно, это тема, по которой очень трудно сказать конкретику. Но результаты однозначно есть. И тут не нужно ставить цель, что санкции прям остановят Россию. Но цель такая, что Россия после того, как Украина выкинет их с территории Украины военным способом наши военные, то в переговорах Россия будет совершенно в другой позиции и гораздо труднее ей будет что-то получить в свою пользу. Наталья, смотрите, а если бы, ну не то, чтобы там подытожить, но все же вот к этому времени мы говорим о падении доходов, о дефиците бюджета. Мы называем разные такие, ну, ужасающие цифры, да, которые исчисляются там миллиардами рублей, миллиардами долларов. Да, но если говорить не только о цифрах, о деньгах, о рублях, о долларах, да, о этих сотнях миллионов, о этих миллиардах, то если вот внедрить в эту историю, как действие санкций, как эффективность, да, вот эти KPI, такие ключевые показатели эффективности, какие бы вы вот на первое место бы вынесли вот эти KPI для действия санкций, чтобы мы оценили, насколько они результативны? KPI номер один – это падение нефтегазовых доходов. Это даже более важно, чем бюджет, потому что это доходы в долларах и евро, которые можно использовать на технологии, и это коррупционные такие деньги, которые можно тратить на что угодно, которые не как бы не есть обычными налогами, которые платят граждане, бизнесы и так далее. Второй KPI – это, конечно же, возможность производить высокоточное оружие. Вот, его более трудно проверить, но он есть. И третий KPI – это, как часто Россия в своей пропаганде и в нарративах на высоком уровне встреч вспоминает и торгуется за санкции. Я бы так сказала. Наталья, а подскажите, какие самые болезненные, по вашему мнению, для Российской Федерации санкции? Самое болезненное – это нефтегазовые санкции. Ну, сейчас нефть, да, газ Россия сама отключает себе, по сути, нефть, потому что это 50% наполнения бюджета, и это опять-таки доходы легкие в долларах и евро. Второе, или тут я их бы рядом называла, это санкционированные, замороженные активы Центрального банка России, потому что это был огромнейший карман, из которого они могли финансировать все, что угодно. Конечно, большое влияние имеет вот эта огромная волна тысяч людей, которые вокруг Путина санкционированы. Сейчас пока не видно, как это вот конкретно действует на поведение в Кремле, но я уверена, что этот эффект есть. Наталья, а скажите, на чем сейчас концентрировано внимание вот этой санкционной группы Ермака Макфола, но при строительности которого вы являетесь, вот хотелось бы от вас узнать, возможно, какие-то нововведения, или стоит ожидать очередных предложений по поводу того, а как же усилить это санкционное давление? Да, у группы такой жесткий взгляд, и очень много людей в группе считают, что нужны намного более жесткие санкции на нефть России. Например, гораздо жестче снизить ценовой порог, контролировать, через какие банки Россия может получать и как тратить эти деньги. Но есть и другие санкции, которые считаются важными, например, как более полное покрытие финансовыми санкциями банковской системы, системные санкции на атомную энергетику, технологические санкции, торговля. То есть группа такие предлагает макро-решения. При этом то, что я знаю на уровне Европейского Союза или санкционной коалиции, все-таки сейчас обсуждаются более такие гранулярные вещи, такие как алмазы, например. Это важно. Бельгия, например, практически 40% всего российского экспорта забирает Бельгия. Это около 2 миллиардов, может быть, для России. То есть это важное, но это, скажем, более такое гранулярное. Точно так же обсуждается Росатом и атомная энергетика, новые люди, новые пропагандисты. Соответственно, и более жесткое такое enforcement, то, что называется, я подвыкаю на русском говорить иногда и забываю слова, это контроль за выполнением санкций, криминализация за их нарушения. Что это упомянуть о том, кто сейчас наживается, да, скажем так, пользуется, скажем так, такими санкциями. Вот Индия в феврале импортировала рекордный объем российской нефти. Пишет Reuters, в прошлом месяце страна закупала 1 миллион 600 тысяч баррелей в день. При этом, если сравнить эти показатели, за тот же период в прошлом году, то рост более чем на 30%. И теперь импорт Индии сырой нефти из РФ даже превышает суммарные закупки у ее традиционных поставщиков Ирака и Саудовской Арафии. Да, вы абсолютно правы, Индия действительно покупает больше, но Индия не очень большой покупатель в структуре всего российского экспорта, гораздо больше это Китай. За Индию я пока, ну, скажем, мне кажется, за Индию не так сильно можно переживать, потому что Индия, например, внутри страны имеет большие субсидии для покупателей нефтепродуктов, поэтому вот эта как бы дополнительная выгода, которую они получат, покупая более дешевую нефть, она просто транслируется то, что у них будет меньше бюджетный дефицит. И они там стараются себе что-то выторговать у России взамен этого, в том числе, наверное, какое-то оружие и так далее. Китай — это более серьезная история, потому что на рынке образовывается такой как бы арбитраж, да, если есть нефть по 81 марке и есть нефть по 50 российская, то трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы, они найдут способ, как вот эту разницу себе, так сказать, освоить. Поэтому то, что часть денег, которые теряет Россия, будут оседать в Китае, это более такой как бы серьезная ситуация. И тут в этом смысле Китай какую-то выгоду, можно сказать, получает. И Китай, в принципе, все, что делает по отношению к России, мне кажется, это получает выгоду. И пользуется Россия для своей геополитики. Насколько это помогает России, если честно, как бы трудно сказать, потому что даже то, что Китай покупает больше нефти, или Китай замещает какие-то продукты, это то, как люди, которые накладывают санкции, хотели бы. Потому что, например, с нефтью, да, если бы никто ее не покупал у России вместо Европы, то просто бы на рынке было бы меньше нефти, и там цены бы поднялись. Это тоже не была бы прям огромная катастрофа, потому что есть запасы в мире. Но это то, как бы, как и хотели. Поэтому, в принципе, Китай выигрывает и пользуется ситуацией. Россия, ну, трудно сказать. Наталья, смотрите, давайте вот далее к разговору мы о санкциях, вот эту информацию. После начала полномасштабного вторжения в Украину, мировые страны наложили на Россию более 11 тысяч разных ограничений. И это цифры глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum AI. И аналитики подсчитали, что за год войны количество политических и экономических запретов для РФ возросло почти в пять с половиной раз. Лидерами по числу санкций для страны-агрессора являются Европейский Союз, за также Соединенные Штаты Америки и более четырех с половиной тысяч разных ограничений. Активно используют ограничения также Швейцария, Канада и Великобритания. Сильное международное давление применяет также Австралия с Японией. И таким образом, на сегодня Россия является мировым лидером по количеству санкций. После начала полномасштабной войны в Украине она передела в унизительном списке Иран, а также существенно оторвалась в рейтинге от Сирии и Северной Кореи. Но вот это санкционное давление, Наталья, как вы считаете, знаете, к какому, я не знаю, состоянию вообще России в целом как страну вот эти ограничения толкает? Та же Северная Корея, та же Сирия, тот же Иран. Вот если это все будет продолжаться и Россия не изменит свою политику, в частности по отношению к Украине, куда это все Российскую Федерацию заведет? Да, Российскую Федерацию это все ведет в бедность и в то, что они не смогут поддерживать обороноспособность, такую, как им позволяли поддерживать до февраля 2022 года. Соответственно, людям будет жить еще хуже, технологии там будут только китайские, и то не факт, потому что для Китая опять-таки это часть их геополитики, и людям в целом будет жить хуже. Но тут есть очень много переменных, как будет выходить мир из этого конфликта. Соответственно, есть силы такие фундаментальные, которые хотят Россию затоптать, а есть силы, которые считают, что Россия имеет какую-то важность в противостоянии между Китаем и Америкой, и кто-то считает, что надо как-то ее будет, чтобы она полностью не развалилась. Поэтому тут не хочется делать такой прогноз, что не развалится, потому что очень много всего в мире происходит, и, к сожалению, есть много людей, которые не стигматизируют Россию так, как мы, например, которые пытаются что-то из этого выдавить. И те же страны, такие как Иран, то если посмотреть на 40 лет истории накладывания санкций на Иран, то их то накладывали, то снимали, они были гораздо более жесткие, чем для России. Просто количество санкций выглядит большим, потому что в России, в Кремле, гораздо больше чиновников, у которых гораздо больше любовниц, которых можно санкционировать. Но по жесткости для Ирана были более серьезные санкции, и в какие-то моменты была более серьезная поддержка другим странам. Соответственно, действительно, это давление большое, но все самые радикальные санкции на Россию еще не наложены. Самое важное, чтобы Россия проиграла на поле битвы. То есть фундаментально для разрешения и решения, как будет выглядеть Евразия в будущем, это решают военные Украины на поле боя. И после того, как Россию вытолкнут, и Россия проиграет, то для нее может открыться какое-то будущее. Если это будет дольше тянуться такой замороженный конфликт, то, к сожалению, это будет так, как мы начали с вами, что это будет бедность для них и проблема для нас. Это у меня, Наталья, уточнение. То есть у Запада есть еще, да, ну как в запасе какие-то санкции для Российской Федерации. Это как уточнение. И второй вопрос касательно того, что вы упомянули с Юрой, обсуждали, что ожидает Российская Федерация. Вы говорите бедность, но Путин же говорит, что санкции провалились. И себе Запад только хуже сделал. Пострадал ли Запад от своих санкций? Тут тоже хотелось бы услышать ваше мнение. Запад от санкций выиграл, с моей точки зрения. В первую очередь потому, что, например, Европейский Союз освободился от этой зависимости на газ и на нефть. И, соответственно, ну если сравнить цены на газ, какие-то периоды платили по две тысячи. Сейчас это там в разы меньше цены на газ вообще на рынке, которые манипулировала Россия. И это как бы независимость, которая дает долгосрочные эффекты. Нефть – это другая реальная санкция, что ЕС наложила эмбарго, не покупают и нефтепродукты. Но это как бы товар, который есть в мире. Но не Россия будет продавать, кто-то другой будет продавать. Остальные финансовые санкции, ну или там выходы компаний, или какая-то металлургия – это огромные рынки, на которых Россия имеет только какой-то маленький процент. Соответственно, как раз эта зима, например, и показала, что вот от этого супероружия энергетического российского никто уже, в принципе, может и не зависеть. И, соответственно, какого-то долгосрочного рычага влияния на политику в Европе Россия уже не будет иметь. Соответственно, да, есть много факторов, которые повлияли и на то, что в каких-то странах было сложно с замещением энергоресурсов. Но это просто накопительный эффект, который произошел из-за того, что десятками лет многие страны Европы пытались покупать вот этот дешевый российский газ, а Россия пользовалась этой ситуацией. И это в том числе привело к войне. Еще в запасе тут уточнение мое, пожалуйста, Наталья. Да, спасибо, что вы напомнили. В запасе есть санкции, в первую очередь, более жесткие санкции на нефть и на LPG. На нефть можно опустить и на нефтепродукты ценовой потолок в два раза фактически. И тогда доходы России от экспорта снизятся не в два раза, а в три раза. И это, соответственно, приведет к результату быстрее. Кроме того, больше половины торговли с Россией у всех стран санкционной коалиции еще продолжается или практически у всех. Соответственно, и из этого только какая-то меньше 10% будет составлять агро или другие товары, важные удобрения, например. Соответственно, все остальное не имеет какой-то гуманитарной ценности. Точно так же может быть санкционировано. Компании, банки продолжают работать в России. Финансовая система частично не является под санкциями. Соответственно, достаточно много. Да даже если взять ту же Швейцарию, вот она там накладывает много. Но Ассоциация швейцарских банков говорит, что денег российских богатых людей в их системе 200 миллиардов долларов. То есть вот эти активы, компании, богатых людей, они остаются в многих странах, запаркованы, и мы даже не знаем, что с ними происходит. Поэтому вот это санкциональное давление и изоляция России от мира еще далекий путь. То же самое статус страны спонсора терроризма, о котором давно Украина говорит, это более жесткая санкция. Или помещение России в черный список ФАТФ. В принципе, еще достаточно много работы и достаточно больших санкций, которыми можно угрожать России, которые можно накладывать. И, конечно же, это конфискация активов, которые уже заморожены, для того, чтобы с этих денег, например, активы Центрального банка, их там около 300 миллиардов долларов, и с этих денег можно компенсировать людям, которые в Украине потеряли жилье, которые потеряли своих близких, и делать какое-то виднование. Да, восстановление всего нашего государства. Спасибо вам большое, Наталья, за то, что нашли время к нам присоединиться. Хочу напомнить нашим зрителям. Наталья Шаповалова, вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики, член международной экспертной группы Ермака Макфола по усилению санкций, была с нами на связи. Продолжение следует...